Итак, я хочу донести одну важную, ценную вещь, что пока человек не встает на путь благости, то есть он не побеждает, не изживает в своем сердце с помощью знаний, это изживается. Вот эту идею, что я центр и меня надо наслаждать, я центр, означает у меня тяжелая жизнь, семейная. У меня плохая карма семейная, мне не додают, меня не понимают, меня не любят, мне достался плохой человек. Это все страсть. Мне достался тот человек, который положено мне иметь. Он скажет, а если нет? Ну если нет, то тогда уйдет. Какие проблемы? Если придет время и нет, значит будет нет. Это не наше дело опять. Мне достался тот человек, которым положено мне жить. Вот это очень горькое знание, но его надо принять. Это означает благость. Видите, почему не можем принять? Потому что мы хотим наслаждаться, а не служить. Вот достался тот, которому можно служить. Вот если бы человек меня наслаждал в жизни, ему можно служить или нет? Как ему служить, если он меня служит, он меня наслаждает? Мы же всего чего хотим все. Смотрите, страсть. 99% на Земле рождены в страсти людей. Земля находится в сфере, в энергии счастья, страсти. Земля, планета Земля находится в сфере энергии страсти во Вселенной. Поэтому большинство людей рождаются в страсти. Означает, что мы изначально хотим так жить, чтобы человек, который рядом со мной был, делал меня счастливым. По факту означает, был лучше, чем моя судьба. Но тогда как ему служить-то? Если он меня делает счастливым, значит, он мне служит. Кто, кого делает счастливым, тот тому и служит. Как тогда мы можем свою земную карму воплотить в жизнь, если мы рождены для того, чтобы победить в себе вот эту страсть и желание наслаждаться? То как судьба нас обманет? Как судьба тогда нас обманет? И даст нам человека, который будет меня наслаждать? Сейчас объясню, как она может обмануть. Если мы берем свою судьбу, то есть Бог дал человека, берем ему пинка под зад и говорим, шел вон, скотина, тогда Бог дает того человека, который будет меня наслаждать. Следующий этап. Или вообще никого не дает. Если Бог любит, он говорит, ну хорошо, раз пошел вон, вообще никого не получишь. Бог любит, значит. Ты пока не раскаешься, никого больше не получишь в жизни. Второй вариант. Бог наказал, дает тебе человека, который будет тебя наслаждать. Ясно, что не всю жизнь. На всю жизнь наказать невозможно на какое-то время. То есть он тебя наслаждает, ты без ума от него, от счастья. Потом что он с тобой делает? Мучает тебя, мучает. Или бросает, или издевается над тобой и так далее. Он становится, тот, кто наслаждает, тот становится господином, понимаете, постепенно в жизни. Он становится гордым, в конце концов. Я об этом говорил с самого начала. Так люди в страсти живут. И так, видите, как интересно все в этом мире устроено, что надо принять просто свою судьбу. А просто принять невозможно. Для этого надо поменять платформу жизни. То есть надо перестроить разум свой. А перестроить его можно только с помощью примера другой жизни. Надо общаться с теми людьми, которые живут по-другому. И тогда с помощью этого общения меняется судьба человека. Человек начинает по-другому воспринимать мир. С позиции тех, кто правильно живут, воспринимает мир. Такой человек. Разум от одного человека перетекает к другому. Вот вы меня внимательно слушаете, и я от вас учусь слушать. От вас перетекает разум ко мне. Сейчас. По факту. Разум означает смирение, слушание внимательно. Это деятельность разума. Итак. Смотрите, очень важно понять такую вещь, что судьбу не поменяешь. Она меняется сама, когда приходит время. Меняется в лучшую сторону сама, когда приходит время. А время приходит тогда, когда жизнь наша встает в правильное русло. И в сердце наступает радость. Веды говорят, когда человек идет правильным путем, то в сердце наступает радость. Истина приносит счастье с самого начала. Даже слушая об истине, человек испытывает счастье. И идет этим путем, он тоже испытывает счастье. Но на этом пути есть много препятствий. Какие-то препятствия. Незнание, как идти таким путем. Человек обнаруживает, что он не знает, как так жить вообще. Он не знает, как теперь строить отношения с близкими, обладая этим знанием. Не знает, как жить дальше вообще. Я как вот жила вот так, а теперь как жить теперь мне. Я не знаю, как мне жить. Это хорошо. Это хорошо, потому что душа, она должна всегда искать знания, впитывать его. Она не должна думать, что она знает. Она должна постоянно пополнять свое знание. Должна его искать. Быть смиренной в этом мире. Понимаете? И тогда она счастлива, потому что она в смирении как бы подстигает, как правильно жить. Разумная форма жизни означает смирение. Гордый человек, разум заплыл. У него нет сильного разума. У гордого человека заплывший. Я все сам знаю, что мне это слушать. А смиренный человек, он изучает, как жить. Слушает старших. Редактор субтитров А.Семкин